ВОЛЖСКАЯ КОМУНА ВОЛЖСКАЯ КОМУНА ВОЛЖСКАЯ КОМУНА ВОЛЖСКАЯ КОМУНА ВОЛЖСКАЯ КОМУНА ВОЛЖСКАЯ КОМУНА Клянемся, что не отдадим подлому врагу ни одной пяди родной советской земли, что перемелим и уничтожим технику врага, отомстим за наших отцов и матерей, освободим братьев и сестер, и отомстим за землю, поруганную проклятой немчурой. Дорогие товарищи, мы знаем, что фашистский зверь еще долго будет оказывать сопротивление, но мы убеждены, что враг будет сломлен. Призываем и вас в вашей повседневной работе отдавать фронту все силы, выполнять и перевыполнять производственные задания. Вместе мы победим. Победа будет за нами. Убеждать в этом кубишевцев-заводчан не требовалось. Не всегда доедая, работая в полторы и в две смены, они вместе ковали эту победу над врагом. Вместе работали и вместе радовались нашим успехам на фронте. В конце августа 1943 года здесь, на Кубишевском станкозаводе, состоялся митинг, посвященный освобождению Красной Армии города Харькова. Во время обеденного перерыва во дворе собрались литейщики, кузнецы, токари, слесари, которые поклялись работать еще лучше и давать еще больше продукции стране и фронту. По моим подсчетам в городе, не в области, а только в городе, вот это вот самые последние мои данные, 190 предприятий во время войны в Кубишеве. Я учитываю все. Там артели, например, инвалидов, которые делали картонные изделия. Но это все все равно работало. То ли рубероидный завод, который помимо крыш, это сейчас мягкая кровля, выпускал картонные коробки для противопехотных мин. Их не фиксировали эти миноискатели. То есть масса, господи, обычные хлебозаводы, примитивные хлебозаводы, они выпускали сухари для фронта. Жигулевский пивоваренный завод, родник наш, да, ликероводочный. Они выпускали пищеконцентраты, макаронная фабрика. То есть все делали что-то для фронта. Обычная пошивочная артель тут же переходила на шинели, на ушанки. Огромное количество производило всего, если посчитать, это гигантские цифры. Мы очень много сделали для фронта. Настолько много, что, опять же, к сожалению, за соображение секретности, жалко, что мы не знали об этом раньше. Молодые и старые мужчины и женщины делали все, что от них зависело, чтобы помочь фронту. Так, в октябре 1941 года домохозяйки и школьники города Куйбышева сдали для нужд обороны около 85 тонн латунных, медных, бронзовых и других предметов домашнего обихода. С октября 1941 года в течение короткого времени куйбышевцы сдали для нужд фронта около миллиона теплых вещей и примерно 2000 тонн праздничных подарков. Кипела работа на эвакуированных предприятиях. Сойдя с поезда, заводчане вставали у станка и выпускали продукцию, которая была так нужна фронту. Но не только эвакуированные в Куйбышев заводы выпускали продукцию, которая была так нужна фронту. Не за страх, а за совесть трудились и куйбышевцы тоже. Так завод имени Масленникова освоил производство реактивных снарядов для «Катюш», не переставая выпускать и свою обычную продукцию – снаряды. Станкозавод выпускал некоторые детали для «Катюш», а четвертый подшипниковый осенью 1941 года дал первые 3000 подшипников. Сейчас мы находимся в том самом производственном помещении, где в годы войны изготавливались корпуса противотанковых мин и головки для реактивных снарядов «Катюш». Для тех самых «Катюш», которые спустя время станут одним из символов нашей победы над врагом. Но и победа, и все ее символы и легенды будут потом, после. А пока, в том самом 1941-м, все символы и легенды были еще только потом и долгими часами работы возле станков. Станков, у которых стояли куйбышевцы, верившие в нашу победу. С началом Великой Отечественной войны на нашем предприятии был открыт военный цех. Несмотря на то, что оно несравнимо по мощности с заводами было, тем не менее, цеху отвели лучшие помещения, лучшие станки. Там работали молодые ребята, станочники, выносливые. Ну, а, естественно, зрелые мужики на фронте были. Так вот, этот цех выпускал 10-12 тысяч снарядов в месяц. Причем такого высокого качества у нас работал свой отдел технического контроля, что, минуя какие-то склады военные, наши же опять грузовые трамваи отвозили снаряды на вокзал, грузили их, и они прямиком отправлялись на фронт. Это не только артиллерийские разрывные снаряды разных калибров, это еще боеголовки для легендарных «Катюш». Это вообще для всех факт удивительный, но он реально исторический факт. В октябре 1941 года учащиеся школы номер 6 города Куйбышева выступили с инициативой сбора средств на строительство самолета «Юный пионер». На этот призыв откликнулись и ученики других школ города и области, обязавшиеся в свободное от учебы время работать на производствах и в колхозах, чтобы каждая заработанная ими копейка и каждый заработанный рубль пошли на общее благородное дело. Коллектив с танкостроительного завода обратился с призывом к рабочим и колхозникам области построить танковую колонну имени Куйбышева. Более 60 тысяч горожан приняли участие во Всесоюзном воскреснике, состоявшемся в ноябре 1941 года. На 1 ноября 1941 года трудящиеся Куйбышева и области внесли в фонд обороны 17,5 миллионов рублей деньгами, 710 грамм золота, более 20 килограммов серебра и купили облигаций на сумму свыше 22 тысяч рублей. Город, не только ставший запасной столицей, но и временным или постоянным домом для сотен и тысяч эвакуированных, рос и менялся на глазах. Еще совсем недавно напоминавший полусонную осеннюю муху, Куйбышев куда-то бежал, о чем-то разговаривал, кого-то про что-то спрашивал. В феврале 1942 года исполком Куйбышевского горсовета принял решение об открытии в городе троллейбусного сообщения и утвердил трассу по двум маршрутам. От площади революции до вокзальной площади и от площади дома сельского хозяйства до площади революции. Только сейчас, когда секретность несколько спала, только сейчас мы начинаем с невероятным удивлением узнавать, вы знаете, оказывается, у нас здесь производили. И люди с удивлением узнают, что оборудование, которым они представить себе не могли, здесь было. Например, кто из зрителей точно себе представляет, что у нас здесь производили противочумную вакцину на биофабрике. Что Красный Октябрь, известнейшая московская кондитерская фабрика, была эвакуирована сюда и здесь выпускала свой Красный Октябрь. Что газеты «Известия», «Правда» были эвакуированы сюда и здесь выпускали свою продукцию. А уже потом вернулись обратно. Очень много чего мы не знаем о предприятиях военного Куйбышева. И опять же, к сожалению, вот эта секретность, она не дает нам сейчас полноценного представления. Нам нужно сейчас, конечно, восполнить все эти недостатки в знаниях о прошлом военном нашего города. И отставали от своих товарищей заводчан и работницы, располагавшейся вот здесь, на улице Фрунзе, Куйбышевской швейной фабрики. Так учетчица закройного цеха Зоя Уханова за годы войны овладела профессией резака. И когда комсомольцы фабрики включились в социалистическое соревнование за достойную встречу 25-летнего юбилея в ЛКСМ, она решила помочь им в этом. Ежедневно после окончания своего рабочего дня девушка вставала за стол резака и краила изделия по трафарету. Таким образом, за короткий срок она изготовила свыше 11 тысяч изделий, оказав самую настоящую помощь и своему предприятию, и Красной армии. Ударно подошли к этому юбилею и другие комсомольцы фабрики. Так комсомолка Клавдия Катунина явилась инициатором создания фронтовых звеньев, а возглавляемая ею бригада ежедневно выполняла план на 200%. Еще одна комсомолка-швейница Надя Суворова освоила профессию закройщика, что позволило ей выполнять еще одну операцию и давать в день 115-120% от нормы. А вот ее подруга, 16-летняя Клавдия Андреянова, давала в день две нормы. И когда над Волжскими затонами грозный рев моторов загремит, с гордостью хозяева законные, скажем, вот наш Куйбышев летит. С вами был Михаил Перепелкин. Продолжение следует...